всем привет я срочно делаю две обложечки решила сделать их вместе с вами значит показываю прошу прощения второй телефон смотрите это такая красивая обложка будет мужская но она может быть и женская такая больше унисекс нового сложнее подобрать ткань и сделать цвет для мужчин поэтому это все-таки ориентир на мужскую на мужскую идею скажем так здесь будет делать состежка пиццу я уже сложила пицца такая знаете не строганых кусочков а именно просто несколько слоев как сэндвич простите сэндвич это сэндвич как мне все эти названия но здесь несколько слоев подклад и несколько слоев там еще просто тонких тонких мягких чтобы немного был объем ну естественно моя любимая органза я сделаю здесь стежку по вот этим всем контуром и такая будет обложка знаете денежная мандала назовем ее денежная мандала обложка и вторая обложка я сейчас покажу такая индия знаете индия индия я здесь вот настоящая пицца то здесь те же слои будет еще органза но здесь видите вот основа вот такая я сейчас переведу камеру на руки и будет видно как я складываю с чего потому как у меня есть к примеру где 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 мои слоны я сейчас покажу надеюсь я их найду вот они у меня есть вот такие слоны видите красивая но будет кощунством пустить в коммерчески не очень дорогую обложку я смогла собрать ее из есть у меня один большой как бы начало слона и он обрезан это я могу пустить просто понимаете на аппликацию на какую-то вещь поэтому конечно я не буду в обложку которую я поставлю под органзу и могу обыграть но я не вижу смысла тратить целого слоника да я соберу его из запчастей как я это сделаю я покажу еще у меня есть кусочки ткани вот такие это тоже очень похоже на индию вот такие да этот кусочек ну совершенно такая индия прям отрезала я его вот от этого купона это такой купон видите но опять же этот кусок может пойти в более дорогостоящий проект есть у меня еще вот такой кусок но этот я наверно пока не буду трогать посмотрю как я посмотрю как я его куда применю значит все я сейчас останавливаю ставлю стоп перевожу на руки и вместе с вами собираю эту более сложную пиццу свою арт пиццу смотрите мне же нужно определить где я расположу слона приблизительно визуально нужно определить центр и я люблю большие завороты чтобы они использовались как кармашки как коморки папы карла поэтому я должна отметить приблизительный центр ну вот так так как это будет лицевая сторона это вот для таких тетрадочек обложечки и очень хорошо что они могут быть съемными сейчас я помудру чтобы не тратить время и тогда покажу ну вот я попыталась захватить стол так чтобы было максимально максимально хорошо видно смотрите что я буду делать я отрезаю я отрезаю эту часть вот тут я пыталась расположить здесь я сейчас немного скруглю вот эти ну понятно под аппликацию подгоню и методом наложения сделаю стык сейчас я это покажу посмотрите я сделала такой резной краешек вот так видно вот так видно очень красиво он вписывается сюда у меня таким образом потом я буду делать стежку я еще это дело слегка обыграю ну а здесь пойдет стежка по этим квадратикам вся в нитках я вся в нитках так теперь мне нужно эту сторону сейчас я сделаю эту сторону и покажу как буду собирать слона ну-ка посмотрите и видите как я выиграла так мне куска этого не хватало а теперь у меня получается полноценный слитый рисунок мне нужно найти что я положу вокруг нашего слоника в эти части главное не забыть самое главное не забыть что у нас тетрадь вот тут находится и чтобы наш слоник нигде не ушел в сгиб потому как герой нашей картинки именно слоник поэтому очень важно это не забыть гораздо проще его положить наверное вот так расположить расположить нашего слоника вот так и символически он у нас будет идти куда-то вверх посмотрите какие у меня еще есть кусочки это из ткани слоника сейчас я хорошенько подумаю как мне их расположить чтобы это все красиво имело вид у меня где-то еще есть вот такой ваджер можно его расположить вот тут нет он сливается вот тут так здесь и есть боюсь потерять слона слон должен располагаться на более однотонной ткани поэтому поэтому сейчас что-то мы придумаем так это будет у него в ногах наверное да у нас же еще ноги так как ноги взяты из другого слона это нам не нужен кусочек это у нашего слоника идет как бы попка вот так вот так и теперь вот так еще раз посмотрю где у нас ага прекрасно слон расположился прекрасно так и нужно закрыть еще вот эту часть еще у меня есть ну это будет грубо сливаться это будет грубо сливаться и оно может уйти вот так если нет не хочу это я еще куда-то использую так это сольется с ногами я сейчас подумаю где мне взять очень бледную ткань сейчас я поищу покажу самое главное чтоб сейчас не уехал телефон никуда так я все из этой ткани нашла все нашла из этой ткани просто обрезала кусочки так мне не хочется этот рисунок закрывать чтобы все таки слоник был здесь будут строчки еще идти поэтому осталась одна маленькая маленькая часть но я могу сделать вот что смотрите у меня же вот тут у меня же вот тут остается кусочек нитки ни туда ни сюда так вот так не хочется обрезать лишнее чтоб потом не придумала чем добавить все чудесно посмотрите единственное чего я не сделала я не я не промазала своим клеем я сейчас выключаю камеру промазываю клеем накрываю органзой и тогда показываю еще раз как это выглядит слегка прибить утюгом чтобы прихватился клей он очень хорошо прихватывается когда пар на него ну то есть увлажняется и сейчас я прихвачу и сейчас я прихвачу органзу покажу ну все смазала я смазала я кое-где точечно самое главное смотрите что я еще хочу сказать органзу делайте чуть больше я конечно делала запас понятное дело но все равно видите хочется чтобы ну как сказать ну должен быть запас в общем чтобы было понятно что я хочу сказать должен быть запас потому как когда вы начнете ровнять строчить чтобы хватило полностью чтобы хватило полностью вашего кусочка и не пришлось что-то придумывать подрезать или еще что-то у меня у меня сейчас конечно есть обтачка и золото видите золото тонковатое вот здесь конечно пойдет здесь я подумаю как мне обработать здесь очень пойдет золото там где слоны я подумаю но всегда нужно делать запас потому как при стежке ткань начинает как бы это сказать ну она начинает собираться она начинает собираться поэтому поэтому помните про запасы все я сейчас проутюживаю и иду на строчку надеюсь хорошо видно машинка по центру да все хорошо видно тут собственно ничего сложного самое главное что начинать нужно всегда со средины чтобы и расходиться вот так во все стороны потихоньку чтобы ваши чтобы ваши слои равномерно распределялись как говорится по всей сейчас я первую ниточку здесь уберу чтобы она чтобы она не мешала так а я свой свой инструмент забыла сколько у меня инструментов сколько у меня одинаковых инструментов понимаете их четыре у меня таких еще два красных и я все равно умудряюсь так скорость стоит я все равно умудряюсь понимаете утаскивать их куда угодно я хочу вот эти цветочки они ну как сказать они не совсем цветочки они такие круглые кляксы которые похожи на мандалы вот я хочу все это усилить пока хорошо не пригодилась в нескольких местах я не могу сильно двигать и перескакивать с цветка на цветок вот я сейчас буду уходить уходить останавливаться переставлять покуда я не закреплю более-менее в нескольких местах уже потом уже потом буду возвращаться и более прорабатывать я надеюсь я не закрываю вот они вот они в виде клякс а я хочу оформить именно таким цветком мандалой все таки я вкладываю в свои работы некоторый такой сказать смысл символический скажем так я очень люблю я очень люблю вкладывать в свои работы символику определенную понимаете поэтому поэтому я это озвучиваю мне нравится мне нравится цвет включать понимаете мне нравится включать символизм символизм каких-то фигурок обозначать поэтому поэтому я озвучиваю иногда видите какие ромбы ой да чего красиво Лакуся я понимаю что ты пришла но я не могу тебя сейчас взять на колени потому как здесь у нас происходит рабочий процесс ну конечно из ромба я не буду делать цветок из ромба я цветочки не буду делать там где откровенные ромбы там где-то непонятно или непонятно мне я буду делать цветок как будто бы листик как будто бы цветок как будто бы цветок лепестки так и здесь пойду на ромбу вот вот самое главное чтобы ничего не сдвинулось я буду делать не очень густую как бы стежку поэтому здесь не получится спрятать если вдруг сдвинется органза будет очень сложно спрятать посмотрите как уже получается красиво видите там где стежка уже уже проглядывает такой своеобразный рисунок если это откровенный у меня квадратик или ромбик я откровенно его и обозначиваю самый наружный край я делаю слегка размытым но я его обозначиваю так а здесь у меня идут ой и не забывайте что у вас близко пальцы находятся от лапки и все таки могут попасть под лапку это несколько болезненно честно говоря честно говоря это несколько болезненно еще такой интересный момент внутренняя прослойка мягкая черная кто помнит она так интересно дает выход наружу ткани что получается как будто какой то точечный рисунок если там не видно ну я потом ближе покажу если не то буду конечно постараюсь показать так сюда я вышла на край не буду рисковать пройду сейчас еще эту сторону ой до чего красиво и потом еще пройдусь вот эти орнаменты на этом я совсем совсем немного если кто помнит кто смотрел мои предыдущие видео там где я делала другие обложки там где я делала чехлы там у меня там у меня там у меня более густо делает растушку но это уже вы смотрите и по ситуации конечно поэтому поэтому и интересно техника пицца что она дает такие интересные результаты такие интересные фактуры и рисунки просто очень сложно перейти на какую-то другую технику во всяком случае я пока еще не насытилась эта техника она такая красивая как мне сказали девочки в группе это уже не просто пицца это уже арт пицца ну да так и есть конечно потому что просто пицца она как какой-то винегрет а там где уже угадываются рисунки это уже прям такой арт объект который можно выставить на выставку я пойду на выставку ярмарку как раз возьму с собой свои работы возьму что то что я не собираюсь продавать просто показать этот раз для меня такая будет ярмарка имиджевая как сказать я я давно не выходила на люди давно ничего своего не показывала и тут я выйду все меня мои помнят с авторской дружкой с авторскими украшениями какими-то кожей натуральные камни и тут вдруг милузька выйдет как всегда с чем-то новеньким прошло 2-3 года и у меня опять что-то новое так у меня не закончилась ниточка вполне вероятно ага да лучше поменять уже так есть кто к нам пришел очень красивый рисунок даже мне жаль что даже жаль что такой красивый рисунок и не весь будет виден честно говоря но тем не менее в средине тоже красиво если красиво в средине то что ж такое то в средине то в средине то в средине то я огорчусь и пойдешь купаться так здесь я выхожу я конечно стараюсь максимально как можно меньше делать делать слезок и переходить не строчкой но с другой стороны здесь никак не получится это это я начну просто бродить мне нужно повторить рисунок а не бродить поэтому и я стараюсь рядом с контура и потом сделать эхо дальше контура слегка где то больше где то меньше но это расширяет когда большие промежутки без стежки тоже не всегда хорошо поэтому поэтому кое-где контур в контур где есть близкие еще проходы проходы строчки как бы сказать там где нужно закрепить эффект закрепить эффект лучше конечно еще раз пройти вокруг что-то что-то не пойму хотела еще один момент показать если не забуду я покажу когда происходят некоторые сейчас я покажу сразу так 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 показалось смотрите иногда получаются вот такие петельки пристежки но так как видите ну бывает что-то повлияет это нужно протянуть внутрь и потом можно насколько вам это важно изнанка здесь то у меня будет заворот здесь все спрячется но если вам это изнанка тоже нужна более-менее красиво я конечно лишнее все обрежу лучше это все разрезать завязать узелком вытянуть на изнанку эти петельки видите и сразу тогда дефект вас прячется видите такие небольшие хитрости лайфхаки так здесь я сейчас проверю почему это происходит оказывается шелк соскользнула ниточка со стойки и попала под стойку видите как вовремя я обратила внимание как важно вовремя следить замечать вдруг какой-то звук вам вы слышите и понимаете что машинка ваша не должна именно такой звук издавать понимаете либо какие-то чувствуете заминки машинка ваша начала давать конечно лучше остановиться и посмотреть что происходит мне не всегда с руки какой-то рисунок приходится крутить вот так мне будет удобнее очень красивый рисунок я не знаю как называется эта техника есть знаете как красят когда сжимают я не помню как эта техника называется когда связывают сжимают скручивают связывают и потом заливают разными красками по-моему кипятят ну очень интересная эта техника окрашивание мне напоминает чем-то эти рисунки ну естественно никто так не красил просто просто наверное кому-то тоже эта техника нравилась и нарисовали в этой технике так так не зацепить так вот лучше сильно не торопиться и сильно не торопиться и посмотреть как лучше вам развернуть вашу ткань чтобы пройти следующую строчку так так сейчас я пропущу здесь а потом буду рядом я так делаю такие промежутки чтобы чтобы это все равномерно потом лягу потому что если я буду только с одного края идти не факт что я понимаете нужно нужно равномерно равномерно по всей площади так а вот тут такой интересный ой в середине закручен как кружочек как цветочек а потом идет квадратом ну я повторю его конечно мне очень нравится эта идея слегка за счет стежки меняется все равно внешний вид очень интересная очень интересный рисунок такой мне этот попался жаль что мало так пытаюсь перейти нет не получится каждый крупный рисунок лучше конечно я смотрю обводить каждый крупный рисунок обводить из середины обводить из середины я такая быстрая так кручу верчу всегда нужно помнить что можно нужно так продумывать стежку чтобы вы могли повернуть в любой момент туда куда вам нужно нужно все таки внимательно знаете не как не как Иванушка сначала делаю потом думаю видите когда немного продумываешь все таки и качество лучше это на самом деле вы знаете это очень просто самое главное действительно потерять страх и делать как будто бы ты всю жизнь это делал как бы я еще хотела потерять страх и знаете что сделать иначе шить нормально вещи а не так как я это делаю самая простенькая самая легенькая самая веселенькая все всем пока целую обнимаю эта серия наверное уже заканчивается и всех целую обнимаю приглашаю к себе на канал подписывайтесь ставьте лайки приглашайте друзей делитесь в соц сетях пожалуйста и смотрите рекламу все всем пока и